Аллаху Акбар, Аллаху Акбар Почему мы молимся Аллаху? Главный вопрос, с которым мы сталкиваемся в молитве, это вопрос духовности. Все дело в чувствах, которые проходят через твое сердце, а также которые проходят через твой разум. Как сказал Аллах Святой на Велик, поистине преуспешие среди верующих, это те, которые смиренны в молитве. Они молятся должным образом, они стоят перед Аллахом, осознавая, к кому они обращаются. Ключевым моментом, главнейшей задачей, чтобы достичь этой цели, является понимание, перед кем ты стоишь. К кому ты обращаешься? Чьи слова ты произносишь? Весь этот набор чувств должен проходить через твое сердце. И чем больше они одолевают тобой, чем больше они проникают в твое сердце, тем лучше и полноценнее твоя молитва. И наоборот, чем слабее ты ощущаешь эти чувства в своем сердце, тем слабее твоя молитва. Братья и сестры, большинство из нас в молитве мечтают, фантазируют. Да, это правда. 90% из нас во время молитвы мечтают о чем-то. Мы даже не думаем о том, о чем нам следует думать. Мысль о том, чтобы думать о том, о чем следовало бы думать, на самом деле не существует. Почему? Да потому что, теряя изначальное намерение, стремление уже не то. Теряется понимание того, что ты делаешь. Поэтому, если на то будет воля Аллаха… Давайте немного поговорим о том, какие чувства должны проникать в наши сердца, когда мы стоим перед Аллахом Святой и Великой. И как нам приобрести или усилить эти чувства? Первое – это знать, кто Аллах Святой и Великой. И знать, к кому я обращаюсь. Перед кем я стою? Дорогие братья и сестры, Аллах не нуждается в нас. Аллах Святой и Великой Величайший. Он не нуждается в твоем поклонении и сосредоточенности в молитве. Аллах не нуждается в твоей милостыне. Царство Аллаха и его владычество не увеличивается благодаря твоему зикру, тазбиху, поясному и земному поклону. Это мы нуждаемся в Аллахе. Мы должны быть благодарны за оказанную нам честь. Каждый из нас в момент произнесения тагбира «Аллаху Акбар» должен чувствовать гордость за то, что Аллах Святой и Великой дал тебе возможность обращаться к Нему, стоять перед Ним. Поэтому ученые говорят, кто хочет обратиться к Аллаху, пусть совершит молитву. Хочешь обратиться к Аллаху, начни молиться. Когда ты молишься, ты говоришь со своим Господом, с самим Создателем. И происходит это без каких-либо барьеров, посредников или передатчиков. Поэтому, братья и сестры, очень важно осознавать, к кому мы обращаемся. Приведу вам один короткий хадис. Аллаху Акбар, братья и сестры, мы должны иметь понимание, понимание того, кто такой Аллах. В достоверном хадисе передается, что Мухаммад да благословит его Аллахи приветствует, сказал, «Небеса заскрепели». Вы знаете, когда вы запрыгиваете на лошадь или верблюда, то седлум начинает издавать звуки, скрипеть из-за весов. Небеса заскрепели, и заскрепели они по праву. Я передам вам слова Пророка да благословит его Аллахи приветствует. Во всей этой Вселенной нет пространства размером в четыре пальца, на котором бы ангел не совершил бы земной поклон Аллаху Святому Великому. Каждые четыре пальца пространства Вселенной заполнены миллиардами ангелов, миллиардами сознаний Всевышнего, которые не перестают воспалять Аллаху Святому Великому. Всемогущий Аллах говорит, «Семь небес и все, что находится в них, воздают хвалу Ему, а также земля и все, что в ней, все в пределах небес и земли». «Все восхваляет Аллаха, горы, растения, деревья, все сущее восхваляет и прославляет Аллаха». Но вы не понимаете их прославлений. Вы не можете услышать их молитв. «Все сущее восхваляет Аллаха». Аллах не нуждается в тебе. Он не нуждается в том, чтобы ты стоял перед Ним, чувствуя себя обязанным, как бы делая Ему одолжение. Хотя так поступает большинство из людей. Знаете, почему мы молимся? Большинство из нас, братья и сестры, молятся только для того, чтобы снять с себя обязанность. «О, аль-хамду лилля, я закончил молиться». Если вы встанете перед Аллахом с таким намерением, неужели вы не в курсе, что Аллах Свят Он и Велик, знает, в каком состоянии ваше сердце в этот момент? Вы говорите сами себе «Все, зухар завершен, я свободен». Ведь приходят же к нам такие мысли, да? Хотя мы никогда не произнесем их при людях. Никто ведь не скажет «Молитва закончена, давайте пойдем отсюда». Мы говорим «Эй, давай помолимся, искренне, от чистого сердца». А в душе чувство «Вот-вот, вот уже конец, о, все закончено». Вот это и есть чувство, когда мы молимся, только чтобы снять с себя обязанность молитвы. Но ведь это не то чувство, которое должно присутствовать в нас, клянусь Аллахом, братья и сестры. Мы должны быть благодарны за оказанную нам честь. В мирских вопросах, когда мы занимаемся мирскими делами, общаемся с другими людьми, мы ведь ведем себя совершенно по-другому. Субханаллах, клянусь вам, если вы встанете перед тем, кого вы боитесь, например, перед судьей или каким-нибудь вышибалой, президентом или премьер-министром, страховым агентом, перед кем бы то ни было, то совершенно естественно, без каких-либо подсказок или инструкций, как себя вести в той или иной ситуации, вы будете чувствовать страх. Совершенно естественно, ваше сердце начнет трепетать. Вы почувствуете это, когда станете перед судьей, который вот-вот вынесет решение отправить вас в тюрьму на 15 лет или нет. Ваше сердце будет готово выпрыгнуть из груди, и для этого не нужно никаких инструкций. Почему? Да потому что вы осознаете, кто перед вами. Я знаю, кто он такой, и какой властью он обладает, и на что он способен. Он может разрушить мою жизнь. И от того, что я знаю, кто он. Естественно, в моем сердце появляется чувство страха. Проблема в том, что когда мы предстаем перед Аллахом, это чувство, чувство трепета не проявляется в нас. Ты стоишь перед Аллахом и мечтаешь о чем-то. Все мы знаем, что Аллах уведомо то, что в наших сердцах. Но это никак не отражается на нас, не заставляет задуматься и содрогнуться. Ведь у каждого проявляется чувство беспокойства или усталости, например, во время Рамадана или когда у вас проблемы в семье. И когда мы молимся в таком состоянии, наша молитва далека от совершенства. Почему? Потому что мы не осознаем, перед кем мы стоим. Все дело в понимании, в понимании того, что Аллах Свят Он и Велик, позволил тебе обратиться к Нему. Братья и сестры, клянусь Аллахом, сегодня мы видим мусульман, которые отправляются куда-нибудь за рубеж, чтобы увидеть грешников. Например, актеров, актрис, поп-звезд. Они бывают настолько счастливы от того, что им удалось взять их автограф. Они бывают настолько счастливы от того, что им удалось взять автограф их кумира. Их переполняют чувство радости, восторга. Настолько, что они даже теряют дар речи. Они говорят, о, я просто не могу в это поверить. Они бывают настолько, как это сказать, тронутыми от того, что его кумир уделил ему пять минут времени. И мы тоже чувствуем что-то подобное, когда видим ученых. Например, иногда приезжает какой-то большой ученый, и мы видим молодежь, окружает его со всех сторон, пытаясь поздороваться с ним. «Аллаху Акбар! Я дал ему салам! Я не могу в это поверить!» Субханаллах! Каждый раз, когда я наблюдаю подобную картину, она напоминает мне об Аллахе, Субханаллах. Да кто такой этот человек? Неважно, какой степенью он обладает, какой должностью, он всего лишь человек. Один шейх сказал как-то, «Представь, что однажды ты увидишь самого посланника Аллаха да благословитого Аллах и приветствует. Что ты будешь чувствовать? Представь, что посланник Аллаха да благословитого Аллах и приветствует, скажет, «Я уделю тебе пять минут своего времени. Приходи, встреться со мной. О чем вы подумаете в этот момент? Вы что, будете о чем-то мечтать? Находясь рядом с пророком, вы что будете думать о своей жене или о своей работе? Никогда и ни за что». Почему? Да потому что вот он, пророк. Да благословитого Аллаха и приветствует. Вот он перед тобой. Ты будешь полностью поглощен общением с Ним. Но Субханаллах! Мы пять раз в день стоим перед Аллахом и позволяем себе мечтать о чем-то постороннем. Почему? Потому что мы не знаем, кто такой Аллах Свят Он и Велик. Но как же он терпелив. Как же он милостив к нам, братья и сестры. Аллах знает, видит, что в твоем сердце. Он дал тебе все. Он дал тебе жену, о которой ты постоянно думаешь. Он дал тебе мужа. Он дал тебе работу, о которой ты беспокоишься. Он дал тебе все, о чем ты думаешь и что отвлекает тебя от поминания Аллаха Свят Он и Велик. Он знает об этом и проявляет терпение к тебе. Ведь он, аль-Халим, выдержанный. Он по-прежнему принимает тебя и позволяет обращаться к нему. Представьте себе, что премьер-министр позволит какому-нибудь фермеру встретиться с ним, говоря, ладно, у тебя проблемы, приходи. И вот ему позволено встретиться с премьер-министром. Но вот заходит этот фермер в офис и начинает играть со всем, что попадается ему на глаза. Забывай о премьер-министре. Что случится с этим парнем? Его просто занесут в черный список и у него никогда больше не будет шанса встретиться с премьер-министром. Почему? Да потому что он глупец. Мы дали тебе шанс, позволили тебе зайти. А ты не рассказываешь о своей проблеме. Ты занят совершенно ерундой. Зачем ты вообще пришел? То же самое. Представьте, что Аллах Свят Он и Велик. Владыка Владык. Дает тебе возможность обращаться к нему пять раз в день. Пожаловаться ему. Поделиться своей нуждой. Попросить о помощи. А ты в этот момент мечтаешь о чем-то. И несмотря на это, Аллах по-прежнему дает тебе эту возможность. Он не отворачивается от тебя. Он не говорит, этот парень не относится ко мне с уважением. Нет. Аллах терпелив. Он ждет, что ты наконец-то поймешь и осознаешь. Поэтому очень важным шагом является узнать, кто такой Аллах Свят Он и Велик.